Мы сразу, собственно, и побежим, и побежим, да, поэтому, как вы меня увидите и услышите, дайте мне, пожалуйста, обратную связь в чатике, как у нас со связью. Я тоже обновляю странички, потому что вроде бы есть, звук даже вроде бы у меня пошел, я сам себя услышал, но я не могу сам себя слышать, иначе будет эхо и будет очень неудобно, поэтому дайте вы мне, пожалуйста, пока плюсиков, всем привет, слышно и видно. Отлично, отлично, сегодня у нас очень прикольный эфир, сегодня наш эфир про социальные сети, но это будет не обычный эфир про социальные сети, потому что обычно это как происходит, ну, вести социальные сети надо так и так, я уверен, что вы 100 тысяч 500 разных уже эфиров по социальным сетям слышали, и я не хочу повторяться, я не хочу повторяться, и более того, я ищу для себя тоже новые варианты, новые решения, как можно про социальные сети говорить, потому что, в общем-то, материально сказано, прослушано и все остальное очень дофига, но при этом непонятно, да, что, да, непонятно, что делать, не сдвигается все равно, у кого-то получается, у кого-то не получается, и фотографы это те люди, которые постоянно пробуксовывают почему-то, да, также я прошу вопросы, которые у вас будут возникать в процессе, оставить на окончание эфира, потому что я во время трансляции чатик смотрю постольку поскольку, то есть иногда смотрю, но не всегда успеваю, и у нас задержка небольшая, поэтому это техническая особенность, да, трансляции, поэтому тоже все вопросы оставьте на финалочку, но иногда в середине я тоже буду задавать вам вопросы, и я прошу в чате быть активными, и я прошу, собственно, в чате участвовать, вот, давайте будем переходить уже непосредственно к социальным сетям, и начинать, потому что тема интересная, тема крутая, тема, та сторона, с которой мы сегодня будем на нее заходить, она немножко нетипичная, вам понравится, короче, эфир называется сегодня вот таким вот образом, он называется соцсети бесит, как не выгорать и не забивать, и дезинфекция мозгового слизня, потому что действительно я хочу этого самого мозгового слизня, который сидит у многих людей в голове, и мешает нормально вести социальные сети, давайте попытаться вытравить, прям реально вытравить, давайте, пожалуйста, цифру 1 в чат, кого бесят социальные сети, вот, напишите мне, пожалуйста, я хочу знать, вдруг у вас с ними все по кайфу, вдруг вы ведете социальные сети, прям кайфуете невероятно от этого, и не знаете, как бы еще заблагерить, вот, напишите, пожалуйста, в чат мне единицу, те, кого социальные сети подбешивают, прям, может быть, непонятно, что с ними делать, жрут твари много времени, может, они, там, активность не такая, как вам бы хотелось, может, ты, что-то еще, короче, это такая, вроде, как бы, какая-то биомасса, которая, хрен пойми, по своей, там, по своим законам вселенной живет, и как с ними дружить, как с ними работать, вообще взаимодействовать, не ясно ни хрена из-за этого, вот, Олег пишет, что он живет в них, но, Олег, я тебе рекомендую жить в жизни, оно реально в жизни жить более интересно, короче, как у вас регулировать громкость, Даниил, я не знаю, но, в общем и целом, если вы добавите громкости себе просто на устройстве, на котором слушаете, должно сработать, потому что у всех, вроде, с громкостью все хорошо, до релзов мы тоже еще доберемся, 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 Татьяна, будет сегодня про них немножко речь, на самом деле, короче, мы доберемся до релзов, поэтому слушайте, все будет, все будет хорошо, я рад, что, странно говорить, я рад, что социальные сети вас бесят, но я рад, что социальные сети вас бесят, и сегодняшний эфир, он, вот, как будет устроен, он по-другому чуть-чуть будет устроен, Потому что вы что пудово смотрели кучу трансляций, читали какие-то статьи, что-то еще про то, как вести социальные сети. Про всю эту СММ-санину. Вы меня простите за мой русский язык, но я не могу по-другому назвать то, чему учат вся эта социально-сетевая информация. Как по мне, это реально вот такая вот СММ-санина. И на самом деле, прежде чем вести социальные сети, прежде чем вот это вот все внедрять, я сегодня хочу вытравить этого вашего мозгового слизня и снять машину с ручника. Что значит снять с ручника? Представьте себе, что введение социальных сетей это такой курс вождения. Ну вот вождение, научиться водить машину. И вы прочитали 5000 книг о том, как водить машину. Вы посмотрели весь YouTube о том, как водить машину. Вы скупили все онлайн-курсы о том, как водить машину. И вы офигительно знаете, как водить машину. Но нигде вам не говорили, и вы постоянно забываете снять машину с ручника. А потом жалуйтесь, что машина не едет. Машина не едет, все это не работает, все советы отстой. Все ужас. На самом деле, я хочу, чтобы сегодня ваша машина снялась с ручника. Вот чек-лист введения социальных сетей. Короче, Олеся, чек-лист введения социальных сетей. Поздравляю, все, кто пользуется чек-листами, выпадают из социальных сетей максимально надежно. Нет более надежного способа изгнать человека из социальных сетей, чем дать ему чек-лист. Поэтому сегодня я буду говорить о том, что вас действительно снимет с ручника. И я раньше так эфиры не вел, я раньше вел по-другому. И, в общем-то, раньше и никто так особо эфиры не ведет, как будет сегодняшний построен. И действительно, соцсети радуют и бесят одновременно. Это факт. Как дети, да? Или как жены. Или как мужья. Ну, в общем, все вот это. Семья, она тоже радует и бесят одновременно. Поехали, в общем, дальше. Отцовские шуточки. Короче. Есть глобально в социальных сетях на самом деле две стратегии. Да, с ручником едет, но медленнее. А потом еще все горит, надо все менять, запчасти дорогие, импортозамещение не работает. Короче, ездить на ручнике хреновая идея. Я надеюсь, вы согласитесь. И в социальных сетях есть две стратегии. Две стратегии и от их перепутки, от их перепутки, в общем-то, все происходит. Так вот, есть стратегия блогерская и есть стратегия экспертная. И прикол в том, что работают обе. Работают обе. Так вот, вы фотографы, вы фотографы, скажите мне, пожалуйста, какая стратегия вам больше подходит или какая стратегия вам больше импонирует. Напишите мне в чат. Вот вам какая стратегия больше нравится, блогерская или экспертная, вам лично. Вот, пока не вдаваясь в особые подробности, но вы себя больше считаете кем? Как бы блогером или экспертом? Да, можно смешивать, как пиво с водкой, будет так же классно. Смотрите, давайте так, по поводу смешения стратегий. По поводу смешения стратегий. У вас есть две руки в теле. Вот, у вас из плеч всегда растут две руки. Обычно у людей, я надеюсь. Так вот, есть правая и левая. Вы всегда или правша, или левша. Вот. Можно ли пользоваться в жизни обеими руками? Ясен, хрен, можно. Но ты всегда либо правша, либо левша. Так вот, я прошу вас выбрать, как бы, блогерская вам стратегия больше по кайфу или экспертная. Ага, ага. И вот люди, которые до этого пишут, что вас бесят социальные сети, пишут, что они выбирают блогерскую стратегию. Это очень странно. Очень странный подход. На самом деле, потому что вы фотографы и вы эксперты, блин, в первую очередь. А не блогеры. Если вы были блогерами, вы бы здесь не сидели. Вы бы меня сейчас не служили, если вы были блогерами. Вы бы постили, как у вас плачут дети, какая у вас задница, как у вас кот что-то там не так сделал, как у вас ипотека. Вы бы сейчас по кайфу вели stories и все свое грязное белье, и все свои эмоциональные переживания там бы выплескивать. Если вы этого не делаете, то, в общем-то, ваша стратегия, она склоняется к экспертной. Вот, поэтому вы, в общем-то, все не блогеры. Расслабьтесь. Вы так себе блогеры все. Хреновые, неинтересные. Потому что вы не блогеры. Потому что у вас экспертный подход. А вот здесь еще давайте... А ладно, потом. Потом, в общем-то. Разберемся до блогеров. Так вот, у вас у большинства экспертная стратегия. Экспертная стратегия. И у нее есть прелесть. Есть прелесть. Не обязательно показывать личную жизнь. Кайф? Вот напишите. Давайте так. Если вы... Кто из вас любит... Или давайте так. Кого бесит транслировать личную жизнь в социальные сети? Кого бесит личную жизнь в социальные сети транслировать? Напишите мне. Бесит в чат. Кого бесит транслировать в социальные сети личную жизнь? Раздражает, вам не нравится, вы думаете, что что-то не так. Ну, короче, с трансляцией личной жизнью в сторис 24 на 7 не складывается. Блогеров не бесит, если что. Блогеры кайфуют от трансляции личной жизни в социальные сети. Блогеры кайфуют. Если вас бесит, не надо, в том-то и прикол. Не надо, не надо. Вот я не транслирую, не надо. Я не транслирую, у меня все получается. Вот именно, а если личной жизни нет, а зачем тогда социальная сеть? Да не обязательно это, не обязательно. Кайф, по-моему, это офигительно кайф, когда личную жизнь показывать не обязательно. Иногда по приколу, по кайфу можно, но не обязательно. И это вообще никак не коррелирует с заказами и с вашей востребованностью. Ничем, ничем, никак не связано. Поэтому экспертную стратегию офигительно можно занимать вообще. И для большинства людей, как бы, социальные сети, в общем-то, да, вы написали, что они вас бесят. Социальные сети, это проблема. Вести социальные сети, вы написали, что это проблема. Регулярность, чек-листы, контент-планы, все вот это очень вымораживает, очень убивает всю искренность. С одной стороны, мы знаем, что это шикарный инструмент. Все мы знаем. Нам не надо это объяснять, мы уже кучу книг об этом прочитали. Но у нас есть у всех негативный опыт. Мы все пытались, мы все пытались, но не срабатывало. Вот пытались и не срабатывало. Пытались и не срабатывало. Я уверен, что все вы по нескольку раз пытались и многие вещи не срабатывали. Именно поэтому вас бесят. Именно поэтому вас раздражают социальные сети, раздражают контент-планы, раздражает выкладывание там личной жизни. Потому что вы пробовали. Вы искренне пробовали. Но ни хрена оно так легко не срабатывает, как казалось бы. И когда ты начинаешь пытаться почему, когда ты пытаешься разобраться почему бесит, почему не срабатывает, то из всех источников информации и всего остального тебе говорят, да ты не врубаешься. Ты не врубаешься, говорят всякие остальные, СММ-учителя и вот это. Контент-планы это круто. СММ-станина это кайф, говорят люди. А я, я может не врубаюсь, но меня СММ, вот эта вся жутчайшая СММ-херня бесит. Жутко бесит. Я выкупаю ее просто за полсекунды. Вы это делаете точно так же за полсекунды. Это вообще, ты думаешь, твою мать. И здесь тоже как бы. Поэтому они говорят, да нет, ты не врубаешься на самом деле. Социальные сети это легко. Продолжают говорить разные люди. Социальные сети это легко. Но согласитесь, если это было бы так легко, они бы не бесили. И в общем-то у нас у всех есть опыт, который говорит, что нихера это не так легко. Кто хоть раз выгорал из-за социальных сетей? Вот был ли у вас такой опыт? Опыт выгорания от социальных сетей. Был? Напишите, был, если был. Здесь опять же я задаю такие примитивные вопросы. И на примитивные вопросы я предпочитаю получать такие же примитивные ответы. Я максимально незатейливый чувак. И в общем-то ставить вас в неловкое положение у меня нет цели. Вот. Был ли у вас опыт выгорания из-за социальных сетей? Когда хочется выкинуть телефон нахрен из окна. Удалить все аккаунты одновременно. И типа, да, походу я вообще не тем занимаюсь. О, Сергей счастливый человек. Видимо, вот, Оксана пишет, что сейчас. Опять же, был, был. Пока что только один человек написал, что нет. Поэтому, Сергей, мы тебе завидуем. Скоро ты будешь в нашей тусе. Давай, давай, подожди чуть-чуть. Мы тебя ждем. Сергей, стульчик протерли для тебя специально. Это качели, конечно. Кто-то уже удалял. Короче, поэтому, да, социальные сети, это не так уж оказывается и легко. Потому что у 99% людей был опыт этого выгорания. А от того, что легко и по кайфу, ты, в общем-то, не выгораешь, как правило. Оно не так работает. Да? И опять же, нам говорят, нет, просто подожди. Так и так. Но опять же, затык мозга. Мозг это такая скотиняка, что он не учится на ошибках. И вот эти все фразы, надо учиться на ошибках, тыры-пыры. Но мозг хреново учится на ошибках. Потому что, когда ты совершаешь ошибки, ты получаешь от жизни, как бы, поддых за это. И думаешь, нет, я больше туда не пойду. Вот кто-то пишет, что балансирую, но уже пахнет жареным. Я, честно говоря, несколько раз выгорал. И я расскажу, почему, и расскажу, как справился с этим, как полегчало. Вот, мозг не учится на ошибках. Мозг учится только на позитивном опыте. Поэтому для того, чтобы понять, что социальные сети это легко, прикольно, по кайфу, опыт должен быть реально позитивный всегда, положительный. А когда ты пытаешься делать по СММ вот этим всем учебникам, опыт получается негативный. Значит, ты убеждаешься, что это все не работает. Поэтому нужно перестраивать стратегию для того, чтобы получать именно этот позитивный опыт. И прелесть в том, что мы эксперты. Еще раз, в начало вернемся эфира. Экспертность это охренеть. Какой вообще подарок судьбы. И почему мы выгораем? Почему мы выгораем? Мы выгораем, потому что мы пытаемся делать, как кто-то другой. Мы смотрим, как у кого-то получается. И начинаем его копировать. Начинаем копировать этих людей. И это выжигает. Потому что, когда ты копируешь, когда ты работаешь по контент-плану, когда ты копируешь, когда у тебя чек-пук-лист, блин, когда тебе надо постоянно эту СММ-жесть наваливать, то получается, что ты исполняешь роль. Правильно? Получается, что ты как бы саму функцию социальных сетей, назовем так, нафиг шлешь. Вот. Ты исполняешь какую-то чужую роль. И это капец как выжигает. Это очень тяжело, потому что даже актеры не могут играть 24 на 7. У них из-за этого там раздвоение личности случается. Так их-то мы учили, блин, 5 лет. А потом еще стаж у них есть. А у нас нет. И в итоге это все, в общем-то, рушит. Потому что мы нафиг это шлем. Все выгораем, все закрывается и так далее. И, опять же, парадокс в том, что никто не идет в социальные сети, чтобы идти в социальные сети. Вот, реально. Напишите мне, пожалуйста, опять же, в чат, нафига вам социальные сети? Вот зачем вам социальные сети? Вдруг. Вот. Нет такого человека, который я буду вести социальные сети. Зачем? Чтобы вести социальные сети. Такого ни хрена нет. Нет таких людей. Вот. Ну, есть блогеры, которые зарабатывают на рекламе. Но мы с вами не блогеры, и мы не зарабатываем на рекламе. Я не зарабатываю на рекламе. Вы тоже вряд ли. И у нас здесь не школа блогеров. Мы фотографы, в первую очередь. Вот зачем вам социальные сети? Касты таргетологов, которые ни хрена не делают. Блин, Таня, ты не представляешь, как нас они бесят тоже. Вообще, нас бесят фрилансеры, которые ни хрена не делают. Клиенты приходят, популяризация, ну, продаваться, в общем-то, для привлечения клиентов тыры-пыры. Ага. Ну, заказы фотосессии. Окей, я сейчас расскажу, зачем я пошел в социальные сети, на самом деле. И делиться клевыми фотками. Вот это хороший вариант. Вот это хороший вариант. Смотрите, о, продажи, продажи для рекламы. И вот это вас убивает, на самом деле. Вот это прям, вот признание хороший. Признание, классный ответ. А вот это все продажи, продажи. Я не знаю, где это вы вычитали, но в действительности мы занимаемся фотографией, мы хотим признания. А социальные сети это просто для признания. Для того, чтобы лайки получать. Вот для признания. Продажи это следствие признания. Но никак не первопричина. В общем, мы на самом деле хотим снимать. Мы фотографы, мы хотим снимать. Щелк-шелк-шелк и много денег. Вот что мы хотим. Мы хотим снимать, выкладывать фотки и получать на них лайки. Вот наша такая базовая потребность. Потребность признания, потребность тщеславия, потребность, в общем-то, обожания. Ну, у нас, у творческих людей это есть. Нам это нужно. Иначе бы мы не пришли в социальные сети. Иначе бы мы просто даже не фотографировали. И мы не хотим в социальных сетях тусить. Мы хотим фотографировать. Это нормально. Вот. А еще, в общем-то, это я про себя уже могу сказать. Что фотографировать легко. Вот. Нажимаешь кнопку, все. Ну, честно, давайте фотографировать, не мешки ворочай. Ну, правда. Если кто-то из вас работал на металлургическом заводе, хотя бы день. Тот, в общем-то, понимает, что фотографировать как бы физически легче. Вот. Еще признание. Да. Еще, мне, честно говоря, когда я шел в социальные сети и начинал фотографировать, мне очень нравились макбуки. И у меня не было ни хрена никакого макбука. А я когда смотрел на всяких фотографов, они такие все с макбуками. И я думал, блин, макбук это вообще я хочу. Капец как хочу. Вот. Мне очень нравятся лайки. Вот мне, Игорю. Я обожаю лайки. Вообще, я, блин, я надеюсь, вы тоже любите лайки. Поставьте в чат, не знаю, плюс, если вы любите лайки. И я, как мальчик, я хотел, чтобы на меня смотрели девочки. Потому что, о, какой классный творческий мальчик. Это потом у меня появилась жена. Она запрещает. Вот. Но изначально я хотел, чтобы на меня смотрели девочки. Вот. И я хотел, в общем-то, чувствовать себя вот таким творческим. Потому что я из провинциального города, где все, где все металлургия, цех, вот это такая промышленность. И я, нет, я хотел вот такой, я весь творческий, я такой весь молодец, шарфом обмотанный. Ну, вот это, знаете, питерская романтика. Вот это все мне очень нравилось. И я, правда, хотел признания, наконец. Вот. Ну, то есть у меня были очень прозаичные такие примитивные мотивы. Вот эти все продажи там. Вот оно потом прилепилось. Изначально, да, фотоаппарат очень помогает в коммуникациях. И я использовал в социальной сети и так. Опять же, от чего я сваливал, тут же важно не только к чему ты стремишься, да, от чего ты убегаешь. Вот. Я понимал, что завод это не мое, и я вот просто убегал от завода. Ну, то есть это был мой способ свалить с завода. Вот. Я очень не хотел вот этого вот, типа 5-2, она по раз в год. Вот. Очень не хотел. Потное метро. Меня жутко бесило, потное метро. А я работал в офисе. Я знаю, что такое потное метро. Прям вот нахер. Вот так, блин. Я очень хотел самореализации. И, правда, я когда фотографировал просто так для себя, да, еще не основной работой, меня, знаете, что бесило больше всего? Меня больше всего бесило, что я занимался фотографией, когда семья разрешит. Типа вот здесь, знаешь, дорогой, у нас нет общих планов, вот здесь ты можешь поснимать. А вот здесь еще у нас есть лишние деньги, вот их ты можешь выделить на фотографию. Целых вот, нате, полторы тысячи рублей из семейного бюджета. Вот капец, как бесило. И я понимал, как бы, да, что мне, в общем-то, очень нужно. Мне нужно зарабатывать деньги, чтобы перестать снимать комнату. Мне нужно, я затрахался на все копить. Я хочу нормальную камеру, короче. И в этом всем мне очень помогли соцсети. Очень. И это, в общем-то, стоит того, чтобы попробовать. Вот для меня это капец, как стоило того, чтобы попробовать. Поэтому, и я считаю, что все, что вам может это дать, стоит того, чтобы заменить негативный опыт на позитивный опыт. И что же такое-то экспертная стратегия? Я вот, когда готовился к эфиру, я понял, что я, в общем-то, не блогер. Вообще не блогер. И я эксперт. Я эксперт. Я, в первую очередь, фотограф-эксперт. Преподаватель-эксперт. Но я эксперт в своей нише. Не блогер. И мой продукт, он экспертный. И ваш продукт тоже экспертный. Вы же продаете услугу. Свою услугу. Да, фотографию. Поэтому экспертная стратегия, это супер кайф вообще. От чего вы кайфуете в фотографии? Вот от чего. Когда вы снимаете, от чего вы кайфуете в фотографии? Напишите, пожалуйста, в чат. Что вам прям по кайфу в фотографии? Я рад, что вас тоже бесит потное метро. И вы любите шарфы. Нет, с шарфами у меня, говорит, не задалось. А вот потное метро бесит реально. И меня правда жутко бесило, что семья, когда семья разрешит. От процесса, Сабина пишет. Азамат пишет от результата. Эмоции. А эмоции, Антонио, они от чего получаются? От процесса, а потом от результата. Конечно. Ну, сам процесс съемки. От гонорара. Кайф. От улыбки на лице модели. Процесс, результат, деньги. Конечно. От, в общем-то, удачных съемок. От результата. От того, что твои фотки ставят на аву. Ну, отлично, отлично. Вот от этого всего вы кайфуете. От процесса, от результата. Вам хочется этим делиться? Вот этим вот, своими кайфами. Вам хочется делиться? Я уверен, что вам хочется делиться своими кайфами. Вам хочется делиться и процессом, иногда бэками. И результат показывать. И вы же, когда делитесь этим процессом, это не страдание в сториз. По-моему, кайф. Пока что все круто. экспертная стратегия это классно потому что не надо страдать stories для меня вот эти вот stories страдания это самое тяжелое вообще в блин в интернете поэтому жутко раздражает а когда ты ведешь экспертный блог не надо страдать stories это невероятное удовольствие вот и когда получаешь деньги тоже так вот смотрите есть два фотоаппарата да есть два фотоаппарата за 9 и какой-то там мыльные какой-то мыльная вообще щепка не знаю однозначно кайфове снимать назад 9 прикольный а чё на немного кнопок она дает лучший результат быстрее работает в общем все это здорово назад 9 определенно кайфове снимать да и но когда я начинал социальные сети когда я начинал они выглядели условно вот так вот они были вот были вот такой сложности и социальные сети рынок когда я начинал все было вот так сейчас она по-другому сейчас она усложнилась и сейчас это уже вот так смотрите мы понимаем что за 9 лучше результат лучше кнопок больше быстрее работает все в нем офигенно но он сложней но вот потенциал у него гораздо больше но мы хотим чтобы все было опять по старинке чтобы все было по простому ай-яй-яй как же так слишком сложно ни хрена не получается нифига не работает но к сожалению как бы рынок уже такой поэтому теперь мы работаем вот в таких условиях потенциал круче больше серьезней быстрее в общем сейчас технологии сильно лучше чем было и это невероятное удовольствие как бы и мы понимаем что социальные сети это хороший инструмент ну вы все понимаете да я не буду это объяснять я рад что фото волонтерство задолбала я действительно это этому рад я надеюсь что она вас задолбала я надеюсь что задолбала выпрашивать у семьи на свое фото волонтерство я знаете что самое крутое в вот сегодня буквально вчера и сегодня случилось в моей работе вот в моей фрилансерской фотографической работе я понял что во-первых охренеть какая классная у меня работа во вторых крутая жена так вот мне меня жена сейчас практически заставляет обновить компьютер у меня macbook прошка семнадцатого года хороший заряженный по тем временам но ему уже пять лет и меня жена сейчас заставляет пойти на горбуху игрит иди купи прошку 16 дюймов на м1 она там стоит сто восемьдесят тысяч рублей крючки иди и купи когда пойдешь завтра сходи в пятницу съездить я не могу меня в пятницу съемка хорошо в субботу съездить иди купи вот а когда-то я блин выпрашивал полторы тысячи можно мне потратить на аренду студии чтобы тфпшно поснимать девочку а сейчас она не горит иди купи ноутбук вот я понял что офигительно правильно я выбрал работу на и мы понимаем что социальные сети это крутой инструмент для этого вот я бы хрен бы так у меня получилось не знаю вам так жены или мужья говорят слушать дорогой иди купи компьютер ты заслужил и дорогая иди купи камеру ты прям на заработала но рано или поздно начинают говорить но в начале карьеры точно не говоря всякая бла 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 да это вот реализация люди тыры пыры боль визуальное разнообразие деньги и прочее баламуть из из smm учебника которую можно о том что социальные сети это хороший инструмент давайте не будем об этом сейчас долго рассуждать да мы все пытались пытались туда вклиниться и почему собственно мы выгораем до глобально почему происходит вот это вот выгорание потому что до m2 хуже мы пошли ну ладно почему происходит выгорание на самом деле потому что мы как эксперты да мы эксперты но блин мы хотим быть экспертами чтобы нас ценили за наши фотографии чтобы нас выбирали по портфолио и пытаемся косить под блогеров не получается конечно ясен фильм ну то есть здесь идет глобальная перепутка со стратегиями глобальная перепутка со стратегиями мы хотим быть экспертами и чтобы нас ценили как экспертов как фотографов как профессионалов но мы пытаемся косить под блогеров поэтому выгораем потому что мы пытаемся натянуть чужую рубашку и не работает конечно не работает это как пытаться блин научиться играть в футбол глядя на хоккеистов а потом говорить счет их технологии какие-то отстойные они как-то вот не срабатывают и основная причина вот этого мозгового слизня она в том что ты хочешь чтобы у тебя заказывали за фотографии чтобы ценили за фотографии чтобы лайкали фотографии но пытаешься блин косить под блогеров играть хотя ты не актер и конечно же в итоге наступает выгорание вот это понимание но вот капец как критически важны а прелесть в том что экспертная стратегия работает но когда ты начинаешь что-то делать когда ты начинаешь как бы пыжиться на ты идешь за какими-то знаниями да ты ищешь костыли для того чтобы а у тебя начинало получаться и контент-план подворачивается тебе под руку контент-план чекпук лист вот это все скачай чек-лист получи подготовку 10 шаблонов для продающих stories 15 тем для постов десять тысяч пятьсот тридцать одна продающая шапка и ты вот этого всего скачиваешь смотришь на это все и думаешь твою дивизию и ощущаешь себя примерно вот так для меня лично контент-план и счастливая жизнь выглядеть вот так как сейчас ну блин здесь девчонки пишут девчонки у меня есть побочка короче мне муж ничего не подарил прикиньте ни разу вообще падла надо будет вырезать вот этот вот и брелс вставить в общем для меня контент-план и счастливая жизнь выглядят вот так вот примерно как эта клетка у меня в похожий лабрадор у мамы сидит дома так вот так выглядит контент-план по камере он туда загоняет хотя снаружи кажется что привлекательная фигня и вроде как бы спасательный круг мы выдали до получили для контент-план из этого контент-плана чек-пук листов и прочих вот этих вот pdf-ов нагруженного но стало все еще хуже я уверен что вы скачивали полторы тысячи разных pdf-ов но вот кому они помогли давайте так у кого pdf-ами различными забиты ваши компьютеры на m2 я уверен что у половины людей просто завалено на хрен вы хоть что-то из них помните вот лучше не становится наоборот от того как ты все это скачиваешь все это смотришь думаешь твою мать я даже на пол процента вообще не рядом с этой всей херней но настолько что наверно столько безнадежен что вот даже pdf на 10 листов не могу как бы воплотить в жизнь и все привет самооценочка конечно же ты чувствуешь себя лучше есть желание делиться поэтому я считаю что это вот абсолютное зло потому что они убивают искренность на раз вот они убивают вот это вот прям запал это скучно и самое главное что когда ты просираешь не делаешь где появляется чувство вины а значит все все тебе стыдно стыдно перед социальными сетями стыдно перед собой ай-яй-яй я все плохо ужасно самооценкам никуда социальные сети говно до свидания по вот но скажем тогда побочка в том что для нам нужен драйв драйв не только для хобби нам нужен драйв еще и для работы и для работы нам нужно даже больше драйва чем для хобби потому что для хобби вот у меня хобби например сейчас я болтаюсь на турнике хожу бегаю там я пятерку бегу потом что на турнике болтаюсь вот у меня такое хобби но я это не пошел stories и у меня нет амбиции стать каким-то там бегуном или турникменом я просто кайфую и у меня там есть драйв а для работы мне надо больше драйва потому что мне это нужно еще и транслировать хобби то я никуда не транслирую я просто сходил и вернулся и все как бы про то что нафига нам вести социальные сети я поговорил но есть как бы другая побочка да и многие пишут ай-яй-яй как же так короче смотрите я интроверт вот я игорь я интроверт вот вам здесь сейчас скорее всего через телек этого не кажется вам кажется что я капец какой веселый прям игорян вообще артист экстраверт тыры-пыры мне ни хрена вся моя веселость она вот здесь закончится сейчас я закончу и и все кто кто меня в жизни знает тот знает что молчун и интроверт и на самом деле мой самый главный навык самый главный с детства я лучше всех на планете умею делать рожу кирпичом вот просто если я стою и молча смотрю посмотрю вперед вот то всем окружающим кажется что я их ненавижу по ну просто у меня такое вот выражение лица я ничего не могу собой поделать и я не люблю знакомиться с людьми вот я из тех людей которые до большинства фотографов интроверта это правда я не люблю знакомиться с людьми вообще не люблю потому что это надо подойти к ним и знакомиться для интроверта это просто легче выстрелить себе в руку чем подходить и знакомиться с людьми Но я хотел общаться Вот в чем представляете Какой парадокс Я очень хочу общаться Я хочу обожания Как любой творческий Я хочу признания Я хочу лайки Я хочу чтобы на меня обращали внимание Я хочу чтобы На меня смотрели Игорь какой ты молодец Но при этом я не люблю Знакомиться с людьми Это вот такая странная Любите меня пожалуйста Но я боюсь к вам подойти И даже заговорить Вот такая происходит херня В моей голове А еще помножь это все На синдром самозванца И как Серега Орлов В своем последнем концерте шутил Я очень хочу обожания Но я этого не достоин Капец Поэтому в социальной сети Мне Интроверты хотят друзей Но не хотят В общем никак это не побороть Этим надо уметь пользоваться И прелесть в том Что блин Социальные сети Это лучшее место Для интровертов Вообще Социальные сети Это спасение интроверта Потому что Социальные сети Изобрели интроверты Для интровертов Они их изобрели Потому что Ну надо было Как-то людям коммуницировать Они просто задолбались Сидеть в одиночестве Подумали Ладно хрен с ним Можно буквами писать же Прикиньте Можно буквами писать И разговаривать не надо Вот А если ты Эмоциональная Зубочистка То Можно просто скобочек Наставить в конце предложения И как будто Смешно пошутил Поэтому Короче Социальные сети Это Для интровертов Штука Которую Они изобрели Кайфовать надо От них И когда Мы такие Пытаемся заходить Опять же Разные все люди И многие говорят Не надо Поднапрячься Надо Надо Поднапрячься Как джиган пел Надо Поднапрячься Надо Поднапрячься И если Ты прям Себя Переборешь Если Ты прям Себя Чуть Как бы Себя Где-то Пересилишь Начнешь Выходить В сторис Научишься Там что-то Говорить То все Начнет Получаться Надо Просто Чувак Чуть Чуть Надо Поднапрячься А я Честно Говоря Знаете Ли Вот я Про себя Могу Сказать Что Когда Я Лично Я Игорь Когда Я Уходил В фриланс И Во всю Вот эту Вот Тему Я вообще Не хотел Напрягаться Если Бо Я хотел Был Если Бо Я хотел Напрягаться Я бы Блин Выбрал Какую Физическую Работу И напрягался Квал бы Асфальт Разбирал бы Дома Или Строил бы Дома Ну Короче Прям Напрягался А я Не хочу Напрягаться Я надеюсь Что Вы Тоже Не Хотите Напрягаться Вот Мы Уходили Мы Уходим В творческую Работу Чтобы Не Напрягаться Чтобы Кайфовать От Съемки От Процесса От Вот Этого Всего Что Вы Написали В чате Поэтому Мы Не Любим Напрягаться А Еще Такая Тема Что Когда Ты Сидишь Пыжишь Блин Тужишь Короче Сторис Нахрен Тужишь И У кого То Там Еще Что Получается И Еще Тебя Со Всех Концов Со Всех Сторон Чужими Кейсами Закидывают Смотрите Как Смогла Маша Смотрите Как Смог Олег А Как Смогла Кристина А Вообще Сашенька Он Просто Разнес Поляну И Тебя Это Еще Больше Бесит Потому Что Ты Сидишь И Думаешь Что Со Мной Не Так Так Вот Лицо Успехами Чужих Людей Вот Иногда Меня Прямо Это Не Всегда Мотивирует Честно Я Когда Смотрю Как У Других Что Получается Меня Это Вообще Не Всегда Мотивирует Почти Никогда Не Мотивирует Если Честно Я Б Даже Сказал Что Часто Деморализует Но Может Я Такой Одиночка Социопатная Но В общем Меня Как Правило Это Прям Прям Вот Типа Думаешь Ты Конечно Молодец Но Сука Ты Конечно Молодец Но За углом Наверное Я Надеюсь Что Тебя Гаишника Штрафуют Вот Поэтому Ты Как бы С одной Стороны Рад За Человека Думаешь Да Красавчик А С другой Думаешь Да Особенно Когда Это Происходит В той Теме В которой Ты Тужишь И У Тебя Не Получается Вот Тебя Такая Зависть Прям Берет С одной Страны Так что Вот Именно Вот Так что И когда Пример Ставят Да Нет Здесь Я понял Что у нас В чате Есть Там Пара Тройка Святых Людей Сходите В храм Пусть В вашу Честь Там Службу Отслужат И свечку Поставят А потом К Будде Все Остальные Как Бы В общем То Я рад Что Большинство И Нормальные Кстати Классно Бесит успехи Тех Кого Я считаю Бездарными А я считаю Бездарными Всех Не Все С вами Хорошо Я рад Что Вы Здоровые Люди И Можете В этом Все Признаться Я рад Что Вы Можете Поржать Над Собой Это На самом Да Я За Тебя Конечно Рад Но Не От Всего Сердца Вика Крутая Фраза Именно Так Вот Поэтому Как Бы Опять Женая Успехи Они Бесят Ты Напрягаешься И Я Не Хочу Напрягаться И Я Считаю Что Вообще Никто Не Должен Напрягаться Опять Ж Творческая Карьера Она Специально Для Того Чтобы Не Напрягаться Чтобы Не Напрягаться И На самом деле Что Меня Еще Раздражает Во многих Обучениях Вот Честно Скажу Я Никогда Этого Не Говорил Но Видимо Время Пришло Меня Очень Во многих Обучениях Меня Раздражает Такая Фигня Что Смотрите Все Разобрано По полочкам Вот Все Разобрано По полочкам Все Капец Как Вдохновляюще Все Очень Структурно Очень Структурно Прям По винтам Разложено Очень Много Дают Всегда Объемных Дезе Я Курсов Прошел Больше Чем Вы Раз В Двадцать Вот Очень Дедлайны Всякие В общем Все У тебя Все Есть Очень Заряжает Очень Замотивировано Очень Заряжает Все Хорошо Но После Всех Таких Вот Серьезных Обучений Когда Ты Все Понял Вообще Все Понял Нихера Не Понятно Только Одно Вот Только Одно Непонятно И Это Одно Вот Этот Вот Вопрос Что Мне Вот Охренеть Я Очень Вдохновлен Я Все Понял У меня Остался Только Один Вопрос Что Мне Делать Конкретно Сейчас Лично Мне Конкретно Сейчас Что Мне Делать Вот И Это Самый Главный Ручник Вот Я Говорил Вначале Надо Снять С Ручника И Вот Это Самый Главный Ручник Потому Что Вот Вопрос Остается Что Мне Делать Я Все Понял Очень Ты Меня Вдохновил Дорогой Учитель Что Мне Делать Вот И Здесь Происходит Запутка Ты Что Делать Конкретно Вот Зато Все Понятно Вот Лично Меня Жутко Бесит Это Да Я Рад Что Вам Тоже Зашло Давайте Отрефлексируем В чате Кого Бесит Тоже Эта История Вот В общем То Я Рад Что Вас Тоже Это Раздражает Поэтому Как Да А Я Горю Раздражители Надо Убирать Короче Поэтому У нас Фокус Группе Которая Сейчас Идет И Туда Уже Конечно Ничего Нельзя Отписаться Потому Что Мы Ничего Не Продаем Но Здесь Под Эфиром Будет Кнопка Предзаписи На Вакцину Осеннюю Вот В этом вопросе Можно Годами Сидеть Точно Поэтому Опять же Вот У нас Фокус Группе Какая Тема Я Все Проанализировал Все Проанализировал В общем Мы 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 Выяснили Какая Фотография Продается Вот Конкретно Какая Продается Мы Выяснили Как Ее Надо Снимать Мы Выяснили Кто Эту Фотографию Покупает Мы Выяснили Как Это Продать В Социальных Сетях Без Пляски В Сторис Можете Вообще Их Не Вести Вот Я Дам Рецепт Этой Фотографии Прям Схему Рецепт Фотографии Я дам Скрипт Общения С клиентами Прям Дословный И Шаги Делаешь Раз Делаешь Два Делаешь Три На этом Шаге Говоришь Вот это На этом Шаге Говоришь Вот это Все Это Проанализировано Все Оттестировано Все Работает Ссылка На предзапись На вакцину Там Мы Сейчас На фокус Группе Добиваем Эту Историю Детестируем Для этого Фокус Группа В общем И собиралась Там Бойцы Бойцы Они Первопроходцы Ломают Целину В общем А я как раз Кайфую От этого Я кайфую Я кайфую От От Анализа Я кайфую От этого Задротства От этого Задротства По схемам Кому Что сказать Где Какие люди Как они Вот это Все Я кайфую От этого От Ковыряния В этих Деталях Поэтому Я все Это Сделал Потому Что Мне Это В кайф Вот Вы писали Что У вас Фотография В кайф Это Съемка Процесс Деньги Для меня Еще Кайф Раздуплять Вот эти Схемы И я Их Раздупляю Потому Что Я Интроверт Задрот Сижу И ковыряюсь С этим Мне Удовольствие Разгадать Загадки Что То Другое Это Что Быков Николай Мне Интересно Снимать Что То Другое Если Ты Хочешь Снимать Не Фотографию То Можно Снимать Кино А Можно Снимать Одежду С Кого То Ну Там Разберись Конечно Но Что Другое Это Что Короче Все Это Проанализировано Тестировано Кнопка Под Эфиром На Предзапись На Вакцину Можно Заходить Она Будет В Сентябре В Общем Опять Для Тех Кто Не По Социальным Сетям Все Происходит Не Через Единые Социальные Сети Можно И Оффлайново Можно По Другому И Вообще Фотографу Вот Для Того Чтобы Продавать Фотографию Нужно От Социальных Сетей Вообще Чуть Чуть На Сам Деле Нужен Нормальный Аккаунт Нормальный Оформленный С шапкой С Хайлайтами Со Всеми Делами Нужен Хороший Сайт С Портфолио С услугами Этому Все Мы Там Вылизываем И В общем-то Нужно Уметь Общаться В директе С целевой Аудиторией Все Все Вот сейчас Все Ну Реально Больше Ни хера Не надо Все Этому Всему Мы Вообще Учим На раз Но Как бы Даже Когда Все Проанализировано Даже Когда Все Проанализировано Все Выяснено Все Отточено Все Отработано Все По красоте Все Идеалити Прям Вот Нет Николай Ниши будут Рассмотрены Не все А те На которых Легче Всего И быстрее Всего Заработать Много Денег Вот Пожалуйста Творческое Фотоволонтерство Оно Реально Я через него Прошел Я не хочу Туда Больше Я Не Смею Вас Отговаривать Чем Больше Будет Творческих Фотоволонтеров Несчастных Тем Больше Будет Нормальных Коммерчески Успешных Счастливых Фотографов И Я знаю Где Фотография Хорошо Продается И как Она Хорошо Продается Все Прям Фотоволонтеры Все Кто хочет Снимать Другую Фотографию Все Кто Особенная Снежинка Пожалуйста Кайфуйте Фотоволонтерте Наслаждайтесь Своей Уникальностью Гордитесь Бейтесь Пяткой В грудь Я Очень простой Паразаичный Парень Я за Прикладное Коммерческое Применение Фотографии И чтобы Просто Ну вот Пойти Купить Сейчас уже Нет Кстати Те кто Зашел В свадьбы Когда-то Когда-то И закрепился Окей А вот Сейчас Новичку Или тому Кто В свадьбы Еще Не Зашел И Не Закрепился О Ребята Прям Я вам Конечно Не завидую Ну Удачи Удачи Опять же Кнопка Под эфиром Оно Сработает Вот Всем остальным Ну Фотоволонтерте В любых Нишах Так вот Даже Когда Все Просто Даже Когда Все Разжевано Даже Когда Все Сделано Начинаются Отмазы Да Не нужны Хэштеги Вообще Не нужны Хэштеги Забейте Инстаграме Сидят Не придурки Запрещенная В России Организация Там Сидят Не дураки Они же Закручивают Гайки Конечно Ну Да И вообще Нафиг Не нужны Реально Не нужны Забейте Вы Сосредотачиваетесь Вообще Не на том Вот Я же говорю Не на том И Начинаются Отмазы Хэштеги Хэштеги Вот Начинаются Другие Отмазы Таргет Горят Не работает Это серьезная Отмаза И на самом деле Это правда Ну Давайте так Таргет Не работает Его запретили Людям Которые говорят На русском языке Которые В общем-то Живут в России У которых Там валюта Рубль Русский номер И вот это все Ну Нам запретили его Вот Нет такого инструмента Это действительно так Таргет Не работает Вот Поэтому Работают Другие вещи На самом деле Работает Знание целевой аудитории Знание Что им предложить И вообще По барабану Сколько у вас Подписчиков Может быть Три Вот Вообще Пофиг Главное Чтобы руки Из плеч И Главное Чтобы вы Знали Что Предложить людям Вот Без таргета Вообще Без таргета Без всякой фигни Потому что Вот Опять же Да Таргет не работает А магия цаплена Работает Вот Потому что У нас в фокус-группе Натали Я честно говоря Когда брал ее Фокус-группу Натали Если ты слышишь Прости меня Дорогая Я не ставил На тебя Большие ставки Потому что В общем-то Натали Достаточно Начинающий Фотограф И Я Не особенно Верил Но в итоге Пока что Натали У нас Рекордсмен По продажам И Они у нее Что-то Раз-раз Раз-раз-раз-раз Продаются Продаются Таргет Не работает А магия цаплена Работает Вот так Вот Хотите Верьте Хотите Нет Да и Пофиг И опять же Вот Блогеры Не работают Нельзя Грамм Умер Там Сейчас Не продвигаться Тыры-пыры Реклама у блогеров Бессмысленная Опять же Кто Сталкивался Кто Сталкивался Что блогер Или там Кто-то Вас отмечают В посте Но это Ни хрена Не помогает Вообще Вас отметили в посте Толку Ноль Вот И если Ты там Что-то Договорился Давай Фотки Сделаем А потом Ты меня Отметишь Вас отметили А оно Не работает А еще Блогеры Это раздолбай Вообще Невероятные Они Ты их Что-то Снял В общем Как бы Ты их Снял Они Что-то Не выкладывают Ты снял Они Забили Они Забыли Они Что-то Пропали Они Выпадают Там Необязательные Нифига Вот Если Где-то Там Отметили То Это Какая-то Вот Такая Вот Такая Отметочка Которая Ты думаешь Ну то есть Ты чувствуешь Себя Просто Использован Но Отчасти Отчасти Это Действительно Так Потому что Братские Могилы Никто Не читает Вот Братские Могилы Из Исполнителей Никто Не читает Вот Это Вот Фотограф Кондитер Тапки Моляр Визажист Вот Это Никто Не читает Всем Пофиг Блогеры Сильно Раздолбаем Правда Блогеры Больше Раздолбаем Гораздо Чем Фотографы Реально Вот Они Просто Раздолбаем Не Раздолбаев Там Раздва И Обчелся И Если Блогер Не Раздолбай Он Уже Митрошина Все Кто Не Митрошина Большинство Из них Просто Раздолбаем И Они Могут Месяцами Фотки Не Выкладывать Вот Мы Сегодня Сняли Сегодня Сдали И Ты Ждешь Когда Он Выложит И Тебя Отметит А Он Не Выкладывает Скотина Три Месяца Выкладывает Потом Через Полгода Забыл Отметить Потом Еще Ну И В общем Все Это В итоге Вызывает Только Негативный Опыт Как бы Но На самом Деле Прикол В том Что Вы Просто Неправильно С ними Работаете Если Человек Творческий Раздолбай С ним Нужно Вести Дела По Другому И Если Вести Дела По Другому То По Другому Работает Ну То Опять Я Цаплина Работает Потому Что Надо Вести С ними Дела По Другому На Это Все Объясняется Это Все Прочухано Опять же Если Вы Думаете Что Меня Ни Разу Никакой Блогер Не Кинул Вы Очень Заблуждаетесь Я Весь Свой Опыт Заплатил Огромные Деньги Вы Возможно Столько На фотографии Еще Не Успели Заработать Сколько Я Успел Бесполезно Слить Нет Гипотез У Меня Есть Проверенный Баблом Теории Вот Опять Для Соцсетей Нужен Личный Бренд Личный Бренд Кто Переживает По Поводу Личного Бренда Напишите Единичку В чат Что У вас Нет Личного Бренда Или Вам Кажется Что Он Капец Как Жизненно Необходим И Вот Это Блин Хреново Когда Нет Личного Бренда Что Мне Делать Личный Бренд Личный Да Да Ну У него Личный Бренд Охренеть Личный Как это Звучит Как Блин Не знаю Как Родственник Путина Ну Это же Родственник Путина Конечно Родственникам Путина Все Можно Личный Бренд Это Само Собой Какой У него Личный Бренд Поэтам Ну То есть Вокруг Личного Бренда Прям Столько Каких Мифов Легенд И Вот Да Непонятно Немного Что же Это За Такая Сраная Субстанция Ну То есть Понятно Что У кого То Его Нет И Это Нормально Тех Кто Начинает Его Не Может Быть Но Это Нормально Поэтому Прелесть В чем До чего Мы Прелесть В чем Мы Доберемся Сейчас В чем Прелесть Буквально Через Пять Слайдов Сейчас Я Вам Расскажу Что Такой Личный Бренд Одним Словом И Как Личный Бренд Как Личный Бренд Делается За Недель Хотите Узнать Как Делается Личный Бренд За Одну Недель Вот Реально За Недель Можно Сделать Федеральный Личный Бренд Можно Сделать Локальный Личный Бренд Ну Локальный В рамках Региона Там Области Тульской Воронежской Свердловской И так Даль Nom Короче Без Проблем Реально будет месяц делаться, а локальный вообще прям за выходные можно замутить. Одним словом давайте. Личный бренд одним словом. Сейчас расскажу. И прикол в том, что вы эту схему знаете. Вы ее знаете, но вы боитесь признаться себе многие, что вы ее знаете и что она на самом деле такая простая. Потому что личный бренд это равно популярность. Я надеюсь, вы с этим согласны. Что личный бренд сейчас синоним слову популярность. Все очень просто. Личный бренд есть популярность. Популярный есть личный бренд. Нет популярности нет личного бренда. Популярность бывает опять же локальной, федеральной там нишевой и так далее. Но личный бренд в любом случае равно популярность. Далее. Популярность равно внешний трафик. Пока что тоже все очень просто. Хочешь популярности купить трафик, рекламу. Залей все рекламой будет у тебя популярность. Кто помнят, как выходил на рынок VPN Surfshark. Они просто выкупили рекламу у всех блогеров русскоязычных вообще. На месяц. У всех. А все теперь знают, что такое VPN Surfshark. Потому что о нем рассказал Вилса, Вдудь, пивоваров, Лебедев. Все-все-все-все-все рассказали. Вот. Все. Популярность равно внешний трафик. Очень просто. Внешний трафик это купить его. Других вариантов нет. Внешний трафик это деньги. Все. Опять же. Значит популярность это деньги. Популярность это купить трафик. Очень простая схема. Соответственно что? Соответственно личный бренд равно деньги. Все. Личный бренд это выкупить рекламу. Ну это самый простой и быстрый способ. А вас тут же узнают все. Вообще все. Все. Но. И вы знаете, что это просто. И вы знаете, что это просто. И вы даже могли бы это провернуть. Но останавливает вас другое. Вот в чем прикол. останавливает другое. Потому что проблема не в этом. Проблема даже не в том, что денег нет. Если надо бы они нашлись. Потому что вы знаете, что это игра с высокими ставками. И у вас бы тут же нашлось бы там не знаю 300 тысяч на рекламу. Если бы вы знали, что вы вынете оттуда миллион. В момент. Но проблема в другом. Проблема в этом. Проблема в том, что социальные сети надо ввести. В этом проблема. А это единственное, что нельзя купить. Вот в чем заморочек. Что все можно в общем-то купить. Кроме одной единственной фичи. Чтобы кто-то вместо вас ввел в социальные сети. Этого купить не получится. Вот. Но прелесть в другом. Что личный бренд на самом деле. Личный бренд. Если говорить про экспертный блог. Он нужен вообще не всем. Он совершенно не обязателен. Вообще не обязателен. Ну и ведем экспертный блог. Поэтому упарываться по вот этой истории не обязательно. Правда не обязательно. И это потрясающе кайфово. Можно зарабатывать. Есть бизнес модель. При которой можно зарабатывать в социальных сетях. Не думая ни секунды о личном бренде. Вообще. И прекрасно себя чувствовать. Ну то есть это реально такая штука для супер амбициозных упоротых там каких-то еще людей. Возможно у вас с аппетитом. Вернее с едой придет аппетит. Или что-то еще. Но пока что вот реально не обязательно можете расслабиться. Потому что для экспертного блога это не обязательно. Есть другие способы для продаж. И это вот прям хорошая тема. И вот еще из директа. Прелесть из директа. Что надо выпрашивать лайки. Иначе в теневой бан ты улетаешь. Но опять же прелесть в том, что к экспертному блогу другие критерии. Другие критерии. Не надо выпрашивать. Ну то есть к экспертному блогу другое отношение. Он по-другому работает. Не надо ни лайки выпрашивать. Не надо ни за конверсией следить. Не надо ни за статистикой следить. И хрен бы с ним. Вот с этими всеми вот блогерскими заморочками. Вы рекламу не продаете. И поэтому есть бизнес-модель, когда пофиг на лайки вообще. Будете просто выкладывать красивые фотки, которые вам нравятся. А лайки вообще не ваша будет проблема. Другие люди будут думать о других лайках. Вот и все. Это элементарно, когда понимается. И из директа еще цитата. Что задолбало хотеть и ничего не делать. Есть такое? У многих. Правда. Есть же такое, что задолбало хотеть и ничего не делать. Кто за тобой, за собой наблюдает такую тему? Так, давайте чат оживим чуть-чуть. Сейчас оживим чуть-чуть чат, я заодно пойму, что вы меня слышите. Я все это не придумываю, это люди мне пишут. Отлично. Все, я рад, что вы наблюдаете за собой иногда подобные вещи. Кайф. А теперь? Теперь. Правда жизни, которая вам не понравится. Если вас захотите ничего не делать, то есть два варианта развития событий. Скорее всего, вот так вот. То есть, большинство людей значит, что? Любит, когда их и прекрасно. Что? Я кайфую. Пусть кайфую. Вообще не смею отвлекать. Прям вот пожалуйста. Пусть наслаждаются. И скорее всего, два варианта. Два варианта развития событий. Может быть, часть людей, часть людей реально не хотят. Ну, правда, реально не хотят ничего делать. Им реально хорошо, но стрёмно в этом признаться. Ну, то есть, часть людей возможно, действительно боятся себе признаться, что да идите в жопу, мне нормально. Мне классно. Вам надо? Вы делайте. Мне хорошо, где я сейчас сижу. Но общество как бы порицает такое признание. И ты такой вместе с ними. Нет, я тоже буду делать. И такой, да, наверное, хоть бы не заметили. Вот. А ещё есть люди, которые просто хотят, чтобы их пожалели. Просто пожалели. Ай, какой ты бедняжка, несчастный. Вот все, которые такие, вот, напишите мне в директ, как у вас всё плохо. В ответ на любую мою сториз. Напишите мне в директ, как у вас всё плохо. Поднимите мне статистику. Все свои жалобы. Пожалуйста, мне в директ. Вот. Но, как бы, да, есть ещё и другие, другие люди. Это те, которые реально задолбались. Которые хотят сдвинуться с места. Всё, устали сидеть. Которые задолбались сидеть. И они хотят сдвинуться с места. Но, когда ты делаешь 80% усилий, блин, с этими социальными сетями, получаешь 20% результата, понятное дело, что ты выгораешь, что тебе ничего не хочется. Вот. А есть те 20% усилий, которые дадут 80% результата. Я думаю, что правила Парета не я вам первый открываю. Да. И есть 20% усилий, которые дадут 80% результата. И вот с ними мы знаем, как работать. С этими 20% вот. Но, как бы, чтобы эти 20% сработали, чтобы 20% сработали, нужно иногда подпереть себя внешними обстоятельствами. Потому что у нас есть уже негативный опыт. И чтобы этот негативный опыт передвинуть в позитивный опыт, да, нужно реально прям где-то силу воли иметь. Вот. Устало впустую делать, да. Это как раз, когда ты 80% усилий, Юля, тратишь на 20% результата, которого особо нет. Вот. А когда ты начинаешь делать правильные действия, получать за 20% 80% результата, то ты мне поверь, у тебя энергия сразу появится свободной, соседям будешь продавать, потому что будет с избытком. Иногда надо подпереть себя внешними обстоятельствами, обещаниями, деньгами, окружением, для того, чтобы они тебя, как бы, вот разница потенциалов создалась, и тебя вот это вот прям выдавило вперед. Но, как бы, да, продолжаем отмазки лепить, потому что что ты не делай, люди молчат, люди молчат, ай-яй-яй, никакой реакции нет, люди, твари, жалко им даже сраного лайка, им жалко, когда, давайте так, в сторис вешаешь голосовалку, да, голосовалку, красный или синий, вот, красный или синий, и этим скотам жалко нажать на голосовалку, жалко, почему, я не понимаю, я нажимаю на все голосовалки, которые вижу в сторис, серьезно, потому что мне не впадло, а я не, нажать, чуть и лень, что ли, и вот люди молчат, и это же раздражает, да, вот прям раздражает, вот, опять же, прелесть экспертного блога в том, что похер, в принципе, что они там ничего не жмут, у нас другая бизнес-модель и другая, другая механика продажи, но все равно, ты думаешь, что с тобой не так, человек, почему тебе лень нажать на эту хрень, вот, нет, я понимаю, что ты живешь в России, нас здесь отучили ходить на выборы, и все вот это, да, но, ну, здесь-то все с тобой не так, так вот, но здесь, в общем-то, на неактивных подписчиков, да, вот именно, да, но здесь я хочу сказать словами Регины Тодоренко, а что ты сделал, чтобы они стали активными, как говорила Регина Тодоренко, и выхватила хейта в свое время, за такую, казалось бы, мысль, у нее там по-другому было, я надеюсь, вы поняли отсылочку, к Регине, у нее там было чуть-чуть иначе, но, что-то в этом духе, на самом деле, как, здесь надо объяснить, как работают люди, вообще, в социальных сетях, ну, как работают люди, как биомасса, вот, как они там, ну, то есть, в социальных сетях, вообще, себя ведут, ну, то есть, вот, человеческая субстанция, как таковая, да, давайте разберемся с этим, смотрите, вот, людям лень давать обратную связь, да, это вот, собственно, угу, смотрите, есть 100% аудитории людей, 100% вашей аудитории, неважно, из скольки человек она состоит, из 200, 500, 3000, 5000, или, или там сотки какой-то людей, так вот, 97% ваших подписчиков, они у вас ничего не купят, никогда, ну, им просто не надо, вот не надо, понимаете, они, у них нет потребности в услуге, вот, им не надо, но, но, им действительно интересно, чем вы занимаетесь, это вот эти ваши друзья, это вот эти ваши друзья, есть ли среди вас такие, кто жалуется, что, да, у меня в друзьях, у меня в подписчиках, только друзья и знакомые, да, у меня в подписчиках, только друзья и знакомые, они ничего не покупают, мои друзья и знакомые, да, они не должны ничего покупать, они на то друзья и знакомые, друзьями надо дружить, вы у своих друзей, много чего купили вот у меня вопрос к вам я за взаимность вы много денег отнесли своим друзьям я своим не очень если честно я у своих друзей ничего не купил ничего не покупаю я одному своему другу продал а как-то свои старые фотоаппараты и слава богу они до сих пор работают потому что иначе бы камера вот так вот 90 вот друзья ваши и знакомые они у вас ничего не купят но но прелесть в том что им действительно интересно чего делаете и вы это недооцениваете почему-то в это капец как недооцениваете то есть люди блин за вами следят а вы это недооценивать а вы говорите скотина ты ничего не купил вот я точно могу сказать что мои клиенты за мной не следят а наши клиенты на меня не подписаны а я не подписан на них я не подписан на своего стоматолога я не подписан на татуировщика своего я за ними не слежу насколько бабла я отнес и одному и второму уму непостижим потому что с зубами у меня прям проблема реальные но так вот они ничего не купит но им интересно чем мы занимаемся и только 3 процента людей наши реальные потенциальные клиенты 3 процента так вот а можно ли предлагать самому платные съемки людям если соцсети еще не развиты алекс b при моей бизнес-модели можно опять же кнопка на предзапись она внизу под эфиром на моей бизнес-модели можно и в этом прикол блин моей бизнес-модели понимаешь что соцсети не развиты и можно и нужно предлагать платные съемки и у нас в фокус-группе люди предлагают и покупают а там соцсети как бы особо ни у кого не развиты сейчас на поэтому вот так это работает и 3 процента это реально наши потенциальные клиенты вот но когда у тебя 200 человек подписчиков то 3 процента это 6 людей до согласитесь но странно пытаться что-то продать шестерым людям усираясь там в каких-то вы вырвиглазных потуга и с какой аудитории как бы работать выгоднее выгоднее конечно же алексей сам куда донат да по телефону переведи мне но мой телефон легко над google на тиньков закинь а там ссылка на предзапись но лёха спасибо шутка хорошая правда вот конечно же выгоднее работать с аудиторией в 97 процентов конечно вот стопудово кому тогда вести экспертный блок если клиенты не подписываются отличный вопрос к этому мы и добрались олеся смотри вот мы работаем с аудиторией 97 процентов который ничего у нас не купит и мы ведем экспертный блок им интересно за нами смотреть смотри как работает логика здорового человека вы пытаетесь все впихнуть тремя про 3 3 процентам людей и такие что-то остальные 97 не реагируют да ясен фиг они не реагируют потому что блин вы пишите других все это конечно не реагируют это все равно что встать где-нибудь и говорить ну где-нибудь на севере россии встать и говорить там по-китайски и говорить чуть-чуть меня не понимаю в архангельский что-то не понимают я же так искренне рассказывают о том как я люблю то что делаю но они не знают от язык как работает логика здорового человека смотрите схема здорового человека поведения в социальных сетях она вот такая элементарно ты рассказываешь и показываешь что делаешь просто вот показываешь и ведешь экспертный блок показываешь фотографии показываешь бекки выкладываешь фотки рассказывает что делаешь для кого делаешь зачем ну то есть ты ведешь экспертный блок ничего не продаешь ты просто ведешь экспертный блок эти 97 процентов смотрят за вами ваши знакомые которым реально просто интересно они наблюдают за вами потому что вы адекватный человек ничего не впариваете вы нормально рассказываете о том что вы делаете им просто интересно за этим наблюдать и совершенно случайно совершенно вот так внезапно оказывается что вы еще и профессионал в том что что вы делаете и у этих 97 процентов есть друзья знакомые родственники возможно им самим когда-то понадобится и они посоветуют своим знакомым вас когда тем будет нужно конечно рустам значит надо писать тексты для обычных людей для 97 процентов не не купи купи фотосессию а для 97 процентов людей норм просто вот обычный нормальные и вы ведете экспертный блок и сейчас смотрите мы добрались до другой до другой запутки здесь да то есть пока что все понятно пока что все понятно и казалось бы достаточно просто но мы добрались до другой запутки мозга которая нас подставляет вот то есть про 97 процентов мы вот уже поговорили мы суть продавать не надо не надо продавать в социальных сетях лобешник это вот оно мы уже с этим разобрались а чё тогда надо спрашивается да чё тогда надо делать в социальных сетях И что еще бесит людей в социальных сетях? Успешный успех. Раздражает жутко успешный успех. Кого раздражает успешный успех? И тут даже поставьте плюс в чат, кого раздражает успешный успех. И тут даже дело не в том, что ты смотришь на чей-то условный успешный успех и думаешь, блин, а я так не могу. А у меня вот этого нет. А я вот ни хрена не на Мальдивах. А я вот что-то, вот у меня не роликс. А что-то вот у меня машина нифига не этот арендованная, не арендованная ламба. А что-то вот все как-то у меня не так лакшери, как у остальных. И бесит успешный успех. А более того, как бы ты даже себе такую жизнь-то не желаешь. Ну то есть я реально не хочу, даже не хочу. Я был во всех самых дорогих отелях страны. Снимал в них. И где-то вот... Но я даже не хочу вот этого вот... Ну то есть я на это смотрю и думаю, что со мной не так? Почему меня это даже не возбуждает? То есть... И я даже смотрю на... Блин, как бы это сказать? Короче, иногда в баре или где-то ты... Или на улице, да? Как я определяю, кайфово мне или не кайфово? Ну, по каким-то критериям. Иногда в баре или на улице ты сидишь и смотришь вокруг на людей, которые вокруг. И к некоторым прям хочется подсесть. То есть хочется подсесть, хочется поболтать, хочется сфотографировать. Я вот из тех людей, у меня, когда я смотрю на что-то так прикольное на людей, я думаю, блин, тебя бы я сфоткал. То есть хочется поболтать, хочется сфотографировать, хочется подсесть, завести беседу, хочется как-то рядом... Ну то есть тебе прикольно находиться в этой атмосфере. А я очень часто, когда оказываюсь в каких-то местах условно успешного успеха, я думаю, блин, не, с вами я ассоциироваться даже не хочу. Нет, это все, конечно, прикольно, айфоны я тоже люблю, вот он, да, айфоны я тоже люблю, в общем-то, дорогие штуки я тоже люблю, макбуки люблю, но с вами ассоциироваться я вообще даже не хочу, то есть, вот меня, вот, я думаю, вот, может, я неправильный какой-то, может, что-то со мной не так, но, вот, успешный успех, в общем-то, вас тоже бесит, это хорошо, да, и, как бы, вот, от этого всего абстрагируешься, поэтому, само собой, ты не можешь, транслировать те ценности, которые в тебя не заложены, которых с тобой нет, это логично, потому что иначе, получается, опять ты начинаешь фальшивить, начинаешь сливаться, саботировать, вот это все, и, конечно же, оно идет в тар-тарары, вот, и поэтому, смотрите, если мы не транслируем успешный успех, да, то тут обратная сторона металя, трансляция личной жизни, вот, как у вас трансляция личной жизни, да, бесит, пугает, непонятно зачем, либо у вас все по кайфу, если у вас все по кайфу, если вы любите транслировать личную жизнь, как бы, мы уже об этом, да, поболтали даже, как у вас трансляция личной жизни в социальных сетях, вы писали, что бесит, 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 вначале мы об этом трещали, а почему бесит, почему, а почему личную жизнь транслировать, прям, меня тоже, кстати, я здесь с вами вообще абсолютно идентичен, меня раздражает транслировать личную жизнь в социальные сети, реально, во-первых, как бы, я считаю, что, что моя личная жизнь, моя личная, Игоря, жизнь, она не настолько уж там эффектная, вот, и у меня нет успешного успеха, вот, как таковой, ну, то есть, я что-то, вот, далек от этого всего, да, поэтому я, как бы, не в повестке и, соответственно, что-то не получается, вот, и меня вот это же и бесило, то есть, как, вот, я не дотягиваю до всего этого успешного успеха, вот, поэтому, да, мы с мужем, вот, Вера пишет, что с мужем работает, но личные отношения не готовы показывать, ну, вот, меня, я тоже не хочу личную жизнь транслировать, то есть, как бы, типа, вот, как Александр пишет, вот, как бы, типа, можно, но не такой уж я прям и радужный, вот именно, вот именно, и моя личная жизнь не любит, когда ее показывают, вот, типа того, как бы, да, как я решил вопрос, вот, собственно, как я решил вопрос о своей личной жизни, то есть, почему выгорал, мы уже разобрались, что, когда ты транслируешь чужие ценности, это адски выжигает, а еще, смотрите, почему это происходит, эти выгорания, когда ты транслируешь чужие ценности, когда ты показываешь то, что там написали в СММ с Санине, ты занимаешь позицию жертвы, вот тут начинается вторичная выгода, когда ты занимаешь позицию жертвы, ты такой думаешь, я тут ради вас страдаю, ну-ка, насыпьте мне все денег, козлы, конечно же, люди не очень хорошо реагируют на такую повестку, поэтому, как решили вопрос со мной, я забил, я забил, у меня, блин, нахрен экспертный блог, я не транслирую личной жизни, если уж на то пошло, у меня там ребенок родился, когда, три недели назад, ноль было сториз об этом, ноль, ну, то есть, нет, было, что, типа, о, все, Мирон Игоревич дома, все, все, я не транслирую личную жизнь, я не страдаю, нет, фотки семьей не считаются трансляцией личной жизни, это просто подложка для моей экспертной мысли, я не страдаю о том, что, ну, короче, в сториз не было о том, что, я вот не знаю, моя отцовская любовь к сыну, она будет другое, нежели отцовская любовь к дочери, то есть, к дочери я испытываю теплые нежные чувства, какие буду испытывать к сыну, хер его знает, а еще это второй ребенок, и поэтому, знаете, вот такой какой-то прям вау восторженности нет, а это нормально или нет, или я сухарь скотина, почему, я с дочкой там, а сейчас что-то такого у меня нет, может быть, потому что это второй ребенок, может, потому что тогда мне было меньше лет, может, потому что это мальчик, ну, короче, этого всего нет в сториз, это есть в моей голове, но я забил, я не хочу, мне неинтересно, я не хочу транслировать личную жизнь, потому что ну вот я не об этом но личная жизнь это не грязное белье в моем случае личная жизнь это мысли в моей голове у вас в голове до хрена мысли до хрена мыслей правда у вас там есть мозг в нем извилины они кривые это точно вот правда у вас есть голова 1000 процентов у вас есть в ней глаза вы в них в эти глаза сейчас меня смотрите поэтому как бы я не могу вот это все транслировать для меня это просто мысли в моей голове но вот мысли транслировать я могу могу потому что мне в голову приходят разные мысли и соображения о жизни в целом а фотографии о работе о карьере да я веду экспертный блок у меня все мысли пропущены через отношение к фотографии к работе то есть я все параллели провожу относительно фотографии и работы я все это делаю относительно фотографии работы у меня у меня 90 процентов мысли блин об этом я веду экспертный блок иногда я в качестве задника использую фотку семьи все это не показать личную жизнь это просто чтобы эфир забить в качестве подложки это разные вещи разные вещи вот здесь не надо путать одно с другим но как бы блин ай-яй-яй-яй-яй-яй требует много времени социальные сети требуют много времени и в начале в начале вы писали что социальные сети бесят потому что они требуют много времени пожирают много времени но здесь я тоже хочу как бы вас немножко осадить своего рода времени на что на что у вас уходит много времени в социальных сетях напишите мне пожалуйста на что я без понятия я сейчас я не знаю на что у вас социальных сетях хоть много времени у меня не уходит вообще не уходит мы кстати почти закончили поэтому в общем наверное это один из моих последних к вам вопросов то есть на что а вот и прорез мы после этого поговорим еще прорез точно мы тоже поболтаем на что у вас уходит время в социальных сетях анастасия спасибо на меня поход вот я тоже не знаю много это сколько ну то есть когда же здесь было в чате типа социальные сети пожирают время в смысле какое время на что у вас уходит много времени вот я без понятия вот придумать пыры пыры нет это все фигня о создании экспертного контента на это уходит много времени нифига на это уходит мало времени знаете почему потому что экспертный контент вы создаете на съемках а на съемках вы не в социальных сетях экспертный контент вы создаете на съемках и во время обработки там не в социальных сетях у вас не уходит в социальных сетях время на создание контента Потому что вы создаете в другом месте. Вот именно что время уходит на залипание в чужих лентах. Вот на это уходит много времени. Точно. Залипание на ленты абсолютно вы правы. Сто пудово. Много времени требует не вести свои социальные сети. Много времени требует читать чужие. Сто пудово. Но читать чужие социальные сети это не есть работа над своими. Я надеюсь вы согласитесь с этим. Это абсолютно диаметрально противоположная хрень. То есть те у кого социальные сети едят много времени. Вы не занимаетесь своими. Вы их сливаете в это время. Вы занимаетесь чужими. Вот в чем прикол. Свои вести это очень быстро. Реально это быстро и легко. Я накидываю сториз за полчаса перед сном. В черновики их ставлю. Завтра утром проснулся. Просто проснулся. Все из черновиков опубликовал сразу. Все. И пошел весь день свободен. А что сказать. Опять же на вакцине есть блог по социальным сетям. По сториз. Очень понятный. Очень развернутый. Я научу накидывать темы. Я научу фасовать их. То есть у меня уже на этой неделе. Вот уже сейчас. Половина стори тела на следующую неделю написана. Вот. И это не контент план. Там просто набросочки. И они потом фасуются. Выкладываются черновички. И полетело. Короче это очень легко. Правда. Надо просто жить жизнью и думать головой. Вот. И. О чем сказать это легко. Как это не забыть. Как распределить. Как все. Вот это тоже очень легко. Огромный блок по социальным сетям на вакцине. На фокус группе кстати этого блока нет. Потому что там другие ребята. Там по другому. Они все это слышали. Предзапись внизу. В сентябре будет старт. Поэтому. Записывайтесь. Анкету предзаписи. И все будет окей. Нам много времени социальные сети не требуют. Но. Но. Скотиняка Рилс. Скотиняка Рилс. Кого бесят Рилзы. Меня тоже кстати сначала бесили. Вот. Кого бесят Рилзы. Я честно скажу. Меня сначала бесило. Я не кайфанул. Я вообще не понял формат. Я подумал. Что это гребаный тикток. От которого я бежал. Ну собственно. Из тиктока я ушел. Я там даже не пытался появляться. Хотя. У меня в тиктоке есть ролики. Которые там 2 миллиона пробили. Но. Все равно. Я не кайфанул от формата. Я подумал. Блинский мать его. Мне уже слишком много лет. Чтобы эти кривляния. А вообще я фотограф. Не видик. И в общем Рилзы. Твою дивизию. Как бы. И инстаграм еще все отменил. Есть один человек. Который говорит. Что Рилзы кайф. Сейчас. Для меня тоже. В общем то по приколу. Сначала бесило жестко. Вот. И в общем то. Рилзы. Это действительно проще. Чем писать посты. Рилзы. И здесь Юля права. Правда. В этом плане. Рилзы проще. Чем писать посты. И опять же. На вакцине будет блок по Рилзам. Поэтому Рилзы. Во первых. Как бы. Если вас Рилзы бесят. Да. Бэки до. После. Олеся. Сто пудово. Короче. Я рад. Что вы в целом. Да. Прогрессивно. Смотрите. На эту историю. Тех. Кого Рилзы бесят. Тем мои соболезнования. Потому что. В общем то. С Рилзами. Тема какая. Здесь я. Просто правду скажу. Когда. В прошлом году. Еще вышел Моссори. Это. Глава. Все. Нельзя. Грамма. И. Он сказал. Что теперь Рилз. Это основной формат. Все. Посты. Мы будем минусить. Ну то есть. Это официальная позиция Инстаграма. Они классические посты. Минусят. В охватах. Рилзы продвигают. Все. Бодаться с Носорогом. В этом плане. Вы конечно можете. Но не надо жаловаться. Что он сильнее. Потому что. Плыть против течения реки. Тяжелее. В этом плане. Но. Опять же. Рилз. Это охрененный формат. Для фотографов. Правда. Офигенный. Так что. Рилз. Для фотографов. Это кайф. В общем то. Даже облегчило жизнь. Поэтому. У нас. Контента. Для Рилзов. Больше. Чем у всех остальных. Вместе взятых. В этом плане. Главное. Понять фишку. У нас тоже будет блок. По Рилзам. Как это. Грамотно. Все делать. Какие стратегии. Что. Какие виды. Там. То что. Пятое. Десятое. А осенью. Наверное. Мы еще сделаем котики. По Рилзам. Отдельно. Уже котики. Будут не по постам. А котики. По Рилзам. Мы точно сделаем. И я сейчас. Сам активно. Осваиваю. Рилз. И. Все. Рилз. Это кайф. И. Кто этого еще не понял. Тем не советует. Быстрее понять. Потому что. Нифига не изменится. В этом плане. Можете. Выдохнуть. Вот. Поэтому. Так. Ну. И. Наверное. Как бы. Вот. Что еще. Многих. Раздражает. Это. Странные алгоритмы. Вот. Со странными алгоритмами. И. С. Неразвитыми. Социальными сетями. Монтировать. Видео сложнее. Да. Не сложнее. Блин. Александр. Алекс. Не надо. Блин. Быть Спилбергом. И все. Рилз. Это просто. Правда. Ручка упала. Это офигенно просто. А. По поводу. Странных алгоритмов. И. Всего такого. То есть. Как бы. Мы предлагаем. Бизнес модель. При которой. Плевать. На странные алгоритмы. При которой. Экспертный блок. Без личной жизни. Без успешного успеха. Без. Вот. Этого. Всего. Напускного. СММ. Санины. Работает. Классно. По. Предзапись. Там. Есть. Варианты. Правда. Есть. Варианты. И. Я. Ну. То есть. У меня. Кейсов. В. Хайлайсах. Закреплено. Жопой. Жуй. Можно. Сходить. Посмотреть. Как бы. Но. Дело. Не. В. Кейсах. А. В. Том. Что. Вы. Не. Что. Это. Возможно. Не. Верите. Себя. А. Возможно. И. Это. Работает. И. Есть. Бизнес. Модель. При. Которой. Все. Офигенно. Работает. Но. Еще. Очень. Часто. Говорят. Что. Надо. Выйти. Из. Зоны. Комфорта. Надо. Выйти. Из. Зоны. Комфорта. Говорят. Люди. Зайди. Поток. Фигня. Когда. Мне. Говорят. Игорь. Выйти. Зоны. Комфорта. Выйти. Зоны. Комфорта. Выйти. Да. Блин. Выйти. Я. В зоне. Комфорта. Входил. Ее. На. Хрен. Я. Я. Не. Я. Не. Входил. Я. Хочу. В зону. Комфорта. Я. Вообще. Уходил. В. Творческую. Работу. И. Я. Хочу. В ней. Остаться. Подольше. Я. Не. Знаю. Кто. Придумал. Эту. Хрень. Но. Это. Полная. Фигня. Я. Хочу. Блин. Только. В зоне. Комфорта. Возможен. Рост. Потому. Что. Как. В. Зоне. Дискомфорта. Да. Ты. Постоянно. Получаешь. Подых. По. Морде. По. Рукам. И. Ты. Не. Хочешь повторять этот опыт. А. Когда тебе классно. Ты хочешь развиваться. Короче. Я. Блин. Хочу. В зоне комфорта. Находиться. И. Всем советую. Поэтому. Я люблю развитие. В зоне комфорта. Это. Слава богу. Реально. Поэтому. Как бы. Надо быть в зоне комфорта. И. Кайфовать. Вот. Это. Действительно. Творческое счастье. По. Моему. И. В социальных сетях. Тоже. Надо быть. В зоне комфорта. И. Вести тот подход. Который нам ближе. А. Все. Таки. Нам ближе. Реальный экспертный блок. Нежели блогерский. Потому. Что. Мы. Фотографы. И. Мы продаем фотографию. Поэтому. Если. Вы. Кайфуете. От блогерства. Кайфуйте. Правда. Но. Таких людей. Просто. Меньшинство. Здесь. Надо понимать. Ну. То есть. Если. Здесь. Собрались. Блогеры. Которые. Кайфуют. От личной жизни. Трансляции. Вот. То есть. Я тупо. Блин. Из-за того. Что я этого не умею. Мне пришлось изобрести свой способ. Потому. Что. Иначе. Я просто сидел под лавкой. И ныл. Я все-таки. Хочу. Макбуки. Я хочу. Не знать. Сколько стоит жизнь. А. Я реально. Не знаю. Сколько. Стоит жизнь. У меня жена. Там. Покупает. Что-то. На Вайберис. Или во вкусвилле. Я. Без понятия. Сколько. Там. Что стоит. Поэтому. Я. Наоборот. Хочу. Быть. В зоне комфорта. Ради этого. Все. И ради этого. Я придумал систему. При которой. Интроверты. Которые терпеть. Не могут. Показывать свою жизнь. Нормально зарабатывают. В социальных сетях. А. Вот. Я. Без социальных сетей. Вообще. Ни хрена. Б. Вообще. Ничего. Не заработал. Поэтому. Как бы. Если. Задолбало. Хотеть. И ничего. Не делать. То. В общем-то. Моя работа. Сделать так. Чтобы. Оно работало. И делалось. А для этого. Есть. Предзапись. Вот тут. Внизу. Под. Видосом. И. Опять же. Чтобы не слиться. Чтобы не слиться. Нужно подпереться. Немножко. Внешними обстоятельствами. То есть. Во-первых. Это. Заполнить анкету. Во-вторых. Прийти. Элементарно. Заплатить за курс. Чтобы начать. Отбивать его. Чтобы. Ну. Самого себя. Немножко. Простимулировать. И. Очень важно. Окружение. Поддержка. Кураторы. Сообщники. Такие же. Восторженные. Ненормальные. Как ты. Для того. Чтобы это двигалось. Потому что. Когда ты один. Варишься в своей каше. В семье. Собственной. Там. Сам себе. Но. Тяжело. Иногда. Реально. Ну. Просто. Морально. Тяжело. Вывозить. В одиночестве. Таранить. И. Здесь. Я понимаю. Кто в одиночестве. Не справляется. Это. Натуре. Трудно. С вами. Все нормально. Это правда. Поэтому. Заполняйте анкету. Осенью начнем. На сегодня. Я все сказал. Что хотел сказать. И. У нас есть время. По. Отвечать на вопросы. По. Отвечать на вопросы. Кто писал вопросы в чат. Можете сейчас. Мне. Накидывать. Сюда вопросы. Вот. Только. Пожалуйста. Когда будете писать. Сюда вопросы в чат. Сначала. Пишите. Капсом. Вопрос. Капсом. А потом. Сам вопрос. Вот. Курс вакцины от бедности. О том. Как зарабатывать на фотографии. Ну. Собственно. О том. Как. Коммерчески реализоваться в фотографии. Если коротко. Я научу зарабатывать на фотках. Правда. Легко. Быстро. Без запар. Вообще. Без сложностей. Без сммщины. Без вот этого всего. Все. Миша дал отсечку чертой. Что. После черты. У нас идут вопросы. Чтобы я понимал. Откуда читать. Вот. Ссылочка там. Курс о том. Как зарабатывать на фотографии. Все очень просто. Конкретно. Как. Все проанализировано. Все оттестировано. Я знаю. Какая фотография. Кому. Что сказать. Кому написать. Где взять людей. Как им писать. Где они водятся. Как выглядят. Кому лучше не писать. Это все. Уже проверен. Вопрос. Если сейчас смысл сделать посты с текстом. Ну. Если смысл делать фото с текстом. Или только рилс. Олеся. Фото с текстом. Можно больше не делать. Ну. То есть. Я бы переводил это. Я уже лично перевожу в рилс. Вот. Цену узнать. Запишись внизу. Как цены будут объявлены. Мы обязательно тебе первому сообщим. И позвоним. Кто такие котики. Кто такие котики. Котики. Это развеселая движуха. Раньше были котики по постам. Ну. То есть. Мы писали посты. Выкладывали фотки. Писали посты. Раньше такое работало. Потому что. Инстаграм был другим. Сейчас. Скорее всего. Котиков классических по постам. Уже не будет. Просто потому что. Мир меняется. И надо быть актуальными. Я не могу отдавать вам технологии. Которые работали в позапрошлом веке. Поэтому. Мы будем смещаться здесь. В сторону рилзов. Есть крутые рилзы. С одной тысячей просмотров. А выложил тупое видео. И оно набрало 100. Почему? Потому что. Потому что люди приходят в социальные сети. Не за интеллектуально нагруженные инфой. Но. Опять же. Они разные бывают. Разные рилзы. Разные аудитории. Разные люди. Одним лучше одно. Другим другое. Есть разный контент. Это. Блин. В двух словах не объяснить. Короче. Это нормально. Это нормально. Что-то тупое всегда популярнее. Чем что-то умное. Давайте. Ну. Это же очевидно. Да? Что-то тупое всегда легче, чем что-то умное. Потому что закончить три класса церковно-приходской проще, чем аспирантуру МГУ. Очевидно. С рилзами абсолютно точно так. С рилзами абсолютно точно так. Для фут и предметки подойдет, да. Елена, да. Вообще. На раз-два. Будет ли про то, как загружать рилз без потери качества? А я не знаю. У меня ни качество никогда не терялось просто. У меня нет этой проблемы. А вообще там в... Карина. Вопрос. Будет ли про то, как загружать рилз без потери качества? Заходишь в Яндекс. Пишешь. Как загружать рилз без потери качества? И там тебе прям сразу картинки покажу. В инсте в настройках надо что-то включить. Прям в самой инсте в настройках надо что-то включить. И качество перестанет теряться. Я просто это один раз включил там полгода назад. И забыл, где вообще это находится. Но решается за полминуты. Поэтому тут это... Ты меня прости. У меня совесть не позволит взять с тебя деньги за решение этой проблемы. Сколько будет стоить? Не знаю. Заполните анкету. Как цены будут известны. Мы вам тут же позвоним и сообщим. Я заполнил анкету. Мне выдали секретную фразу. Ее писать бот в телеге? Слушай, Александр. Я не знаю. Наверное. Наверное, да. У меня... У меня... Я просто... У меня нет секретной фразы. Я без понятия. Это, наверное, команда. Ребята мутят какую-то хитрую тему. Я не в курсе, как это работает. Поэтому ты меня поставил в тупик. Для начинающих подойдет. Потому что начинающие есть во всех сферах. А я начал... Более того, я считаю, что вам надо продавать свою фотографию сразу. Прямо сразу. Потому что, во-первых, тогда ты сразу учишься работать в реальном коммерческом поле. И тогда нет заблуждений на тему фотоволонтерства и вот этого всего. Во-вторых, когда ты работаешь в реальном коммерческом поле, то ты сразу получаешь реальную обратную связь от людей. И ты сразу понимаешь, какая твоя фотография нужна, а какая нафиг не нужна. То есть ты сразу лишаешься иллюзии. И я начинал, серьезно, я начинал с 2000 рублей. Вообще, ну то есть можно брать небольшие деньги. Моя первая свадьба стоила 3500 рублей, по-моему. Я писал об этом. Или 3500. А вторая моя свадьба 4500 за полный день. Ну то есть, если бы я ждал, когда я стану крутым, чтобы сразу брать 150, наверное, я бы никогда не дождался. Ну то есть, расти без реального, без работы в полях и без практики невозможно. И если вы хотите расти в теории, расти на фотоволонтерстве, вы будете расти на фотоволонтерстве. Понимаете? То есть, и вы станете офигительным фотоволонтером с нулем заказов. Потом вас ждет депрессия, выгорание, вот это все. Поэтому я за то, чтобы сразу зарабатывать и сразу реинвестировать. Потому что даже новичкам необходимо сразу начинать зарабатывать. Потому что, когда ты сразу начинаешь зарабатывать, сразу реализовываться, ты берешь эти деньги и реинвестируешь. В свое же обучение, в технику, во все остальное. То есть, я когда говорил, что меня задолбало, что типа мне надо, чтобы мне семья разрешила потратить сколько-то там денег на занятие фотографией. Поэтому я решил, что нахер, я буду зарабатывать фотографии сколько угодно. Вот и то, что я на фотографии зарабатываю, то я и на фотографию буду тратить. Ибо, блин, я хочу развиваться. Поэтому вот так у меня это работало. Котики парил зам, не знаю. Ну, осенью будут хату продавать, но только если ты весь город захочешь на них сводить. Разве не нужно выкладывать истории каждый час, чтобы быть весь день на виду? Нет, не надо. Не надо. Екатерина, прикол в том, что не надо. Более того, это прям даже сейчас вредно. Вот так. Сейчас по-другому работает. Поэтому нет, не надо выкладывать каждый час. Сейчас ты только все испортишь. Ринс для ВК или инсты? Разве откатили посты в ВК? Нет, в ВК посты нормально катают. В ВК работают посты. Фотка плюс пост, ВК ок. А в нельзя грамме не ок вообще. Если в поезд заходят люди, значит мир катится к чертям. Но, Сергей, такое было всегда. Мир катился к чертям, значит со времен вообще динозавров. Свой сайт для фотографа это база или можно обойтись другими сайтами? Слушай, блин, по-моему нет. Нет, смотри, можно обойтись. Давай так, Алекс. Можно обойтись. Но ты сейчас задаешь вопрос из разряда зимней обувь, зимой это база или можно ходить босиком? Можно ходить босиком. Просто будет холодно, медленно, там ножки колоть. Вот это все. Ну, можно. Можно обойтись. Но, по-моему, проще. Со своим сайтом. Я, честно говоря, без своего сайта не умею. Для меня это важно. Важная часть карьеры. Она действительно фотографу нужна. Реально нужна. Без него можно? Можно. Просто сложнее, дороже, дольше. Но можно. Можно. Опять же, вопрос в том, можно или нет? Можно. Удобно? Нет? Неудобно? Вопрос. Есть варианты, где найти клиентов? Кому писать и что? Но никак не могу заставить себя это сделать. Делаю кучу дел, которые не приносят этих самых клиентов, а к основным не могу приступить уже полгода. Рустам, тут два момента. Либо тебе зашибись. Ну, то есть, у тебя все нормально. Но, может, тебе они не нужны, правда, чувак? Ну, просто не нужны. Тебе по кайфу. Признайся в этом. Что тебе хорошо и больше не надо. Наслаждайся жизнью. Все. Либо тебе нужна какой-то эгрегор. Окружение, которое тебя впихнет. Ну, то есть, столкнет в бассейн. Столкнуть в бассейн я могу. Я могу привести лошадь к воде, но не могу заставить пить. И здесь, Рустам, тебе надо подумать, правда. Ну, если у тебя все есть, а ты не делаешь. Может, ты можешь себе позволить не делать. У тебя все хорошо. Возьми ипотеку. Сразу мотивация появится. Сколько делать сториз в день? Ну, 10-15. Цену курса не скажу. Записывайтесь по анкете. Там еще бот что-то с секретными фразами мутит. Но это только после выполнения всех домашек. И я не знаю, к чему она ведет. Без понятия. Обязательно ли под релзами писать длинные тексты? Нет, не обязательно. Я пишу, потому что я без них не умею. То сейчас не под всеми. Но это просто моя привычка. Это мой способ общения с миром, что ли. Но в целом не обязательно. Сайт дорого сделать. В смысле дорого сделать сайт? Зайти на VFOLIO за 3 тысячи в год сделать сайт за 2 часа? Ну, блин, Алекс, если тебе это дорого, братан, прости. В коммерческой фотографии делать нечего. Там ставки повыше везде. Гонорары больше, ставки повыше. Но, по-моему, это очень дешево. Сейчас это очень дешево. Я не знаю, в каком мире ты живешь. Опять же, я даю подробнейший материал, как сделать сайт. Прямо по блокам. Что, где должно быть написано. Как выглядеть. Как структурировать. Где, какие кнопки нажать. Где его купить. Где хоститься. Где вообще все. Все. То есть, по моей технологии сайт сделать, во-первых, быстро. Во-вторых, дешево. А, еще промокод от ребят даю. Короче, я не знаю, чтобы было лучше предложение. Оно, в принципе, невозможно, чтобы существовало во вселенной. Чем от меня. Потому что я дружу с производителями сайта. Зачем фотографу сайта? Для чего он нужен? Для того, чтобы нормально презентовать свой материал потенциальному клиенту. И дороже продавать свои фотографии. Екатерина, можешь обходиться без этого. Лично я с удовольствием заработаю твои деньги, которые могли бы быть твоими. Но, по-моему, если цена вопроса 3000 рублей в год, и это тебе прибавит в годовом обороте 1300, то оно того стоит. Но можешь без этого, если ты можешь себе это позволить. Вам там мужья макбуки дарят. Поэтому я вообще не понимаю, нафига вам коммерчески фотографировать. Можете не фотографировать. Так. Сделать портфолио на конструкторе. Именно так и надо. Это будет ваш личный сайт. Какая разница, на конструкторе вы его собрали или нет. Это же ваш сайт. Не, вот именно вот это вот с нуля писанина, боже упаси, пожелай ее врагам. Будешь встречаться с конкурентами, скажи им, я знаю новую тему, надо сайт с нуля на HTML и написать в блокноте самому. И переслать друзьям. Все, они исчезнут с радаров у тебя сразу. Вот, окей. Как делать на тильде, а зачем? Ну, хотите, научитесь. Ну, короче, в общем, все сказано. Все классно поболтали. Ссылочка внизу на предзапись. В сентябре начнем. Через недельку тоже будет крутой эфир. Так что приходите, не пропустите. Через недельку тоже крутой эфир. Наверное, пора бы и прощаться. Поэтому все. Всем спасибо. Репостики в сториз, отметочки и так далее. Я буду очень благодарен. И вам карма за это нашлет всяческих излишков. И новых макбуков, само собой. Поэтому все. Всем пока. Счастливо. До скорого. Встретимся через недельку. Будет очень интересно. Будем говорить про... Наверное, мы будем говорить про то, куда идет фотография. Про творчество и деньги. И все вот это вот взаимосвязанное. Короче, будет кайф. Все. Всем пока-пока. Счастливо. Продолжение следует... Продолжение следует...